Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 24 главы книги Деяний. В этой главе описано пребывание апостола Павла в Кесарии, суд у правителя, у прокуратора Феликса, исход этого суда и некоторые данные о дальнейшей судьбе апостола Павла в течение двух лет, тех двух лет, когда он будет находиться в заключении в городе Кесарии. Итак, через несколько дней, а именно через пять дней, первосвященник Анания вместе со старейшинами и, что очень важно, риттером по имени Тертул, явились в Кесарию для того, чтобы принять участие в судебном заседании по делу апостола Павла. Председателем этого суда как раз и был прокуратор Феликс. Очень важно здесь присутствие риттера. Почему? В то время риттеры в судебных заседаниях имели то же самое значение, что сейчас адвокат. То есть это были люди, имевшие специальное образование, которые имели правильно и хорошо говорить, и которые могли правильным образом представить дело. И мы видим, что в данном случае риттер Тертул соблюдает все необходимые формальные элементы судебной речи. И, конечно же, с чего он начинает. Сейчас мы в суде обращаемся к суде. Ваша честь в то время тоже обращение к суде требовало прежде всего каких-то добрых слов в отношении уважаемого суда. «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благостроением всего народа». Ну и дальше, в общем-то, после этого вступления идет обвинение апостола Павла, что он возбудитель мятежа между иудеями язва общества и представитель Назарейской ереси, который отважился осквернить храм. Интересно и то, что недаром Клавдий Лисий, как мы читали в предыдущей главе, своим письмом к Феликсу пытался заранее обезопасить себя и представить дело, выгодное для него свете. Потому что почему-то риттер Тертул, помимо выражения уважения к суде, помимо, естественно, обвинения апостола Павла, он добавляет «Тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из наших рук и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе». То есть было применено насилие в отношении подчиненного Феликса. Они вынуждены были идти в другой город, а этот переход требовал как минимум два дня пути. Поэтому почему-то здесь они решают собить не только Павла, но и представляют в некой невыгодной ситуации и самого Лисия. Ну, понятно, почему, поскольку уж желая того или не желая, но Лисий не дал им возможности расправиться с апостолом Павлом, и мы видим здесь, на самом деле, ну, такую, какая была в их силах месть в отношении трибуна. Эти слова, слова уважения, слова благодарности, адресованные Феликсу, на самом деле имеют очень негативную подоплеку. Ведь апостол Павел, именно тогда, когда слово будет предоставлено ему, в несколько более сдержанных интонациях, но тоже выражает свое уважение к Феликсу, он говорит о том, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, и тем более буду более свободно защищать мое дело. Здесь нужно все-таки несколько слов сказать о самом Феликсе, потому что из трудов Иосифа Флавия, из трудов Корнелия Тацита мы знаем, что на самом деле Феликс был страшной личностью. Начнем с того, что Иосиф Флавия упоминает о том, что Феликс специально нанял наемных убийц, чтобы убить первосвященника Иоанна Фана, который как раз критиковал Феликса за то, что он не умело вел управление народом, не умело вел те дела, которые были ему поручены. С другой стороны, видим Тертул и апостол Павел говорят абсолютно обратное, и мы видим, что это дань некой форме, за которой стояла горькая и неприглядная правда об этом человеке. Более того, что этот человек никак не мог принести мир иудейскому народу, а ведь о времени правления Феликса, как о мирных временах, упоминает вот этот Риттер Тертул, и мы понимаем, что его слова это неприкрытая и очень грубая лесть, потому что тот же Корнелия Тацит пишет, что правитель Феликс имел вражду с правителем, с римским правителем, прокуратором соседней области, которого звали Куман. Более того, у каждого в подчинении находились банды разбойников, которые нападали на области друг друга, делились добычей с прокураторами. В общем, разворачивалась на самом деле такая небольшая гражданская война, и народ чрезвычайно страдал от этой вражды двух римских прокураторов. В конце концов все эти безобразия, они дошли до императора, правитель Сирии Квадрат, он по поручению императора устроил суд, но Феликс и тут извернулся. Вместо того, чтобы сидеть на скамейке, на скамье подсудимых вместе с Куманом, он оказался на скамье судей, в результате судили одного Кумана, а Феликс вышел сухим из вот этой вот воды. И вот такой человек, человек беспринципный, убийца, алчный человек, человек, который, наверное, свою должность полностью обратил в доходное место для самого себя, не гнушаясь никакими средствами. Феликс имел определенное время поддержку при дворе благодаря одному своему родственнику. И вот этот человек, этот человек собирается судить апостола Павла. Апостол Павел в своей оправдательной речи упоминает несколько очень важных моментов. Первый момент богословский. Хотя, казалось бы, это не проповедь, но здесь мы узнаем о том, что апостол Павел, как он говорит, верит в воскресение, как праведных, так и неправедных. Как бы по ходу речи он касается вероучительных вопросов, конечно же, не специально, но почему это важно? В книге Деяния, пожалуй, это первое свидетельство того, что догмат воскресения, воскресение плоти, которое произведет во время второго пришествия Христова, будет воскресением для всего человечества. И таким образом вечную жизнь не только души, но и тело получат абсолютно все люди, независимости от их жизни, ибо воскреснут как праведные, так и неправедные. Преподобный Максим Исповедник, объясняя этот момент, он говорит, что да, действительно, вечную жизнь получат все, но состояние этой вечной жизни будет разное в зависимости от земной жизни человека. И в связи с этим преподобный Максим различает бытие и благобытие. Так вот, бытие, существование получат абсолютно все, а благобытие, то есть причастность к благу, Богу, радости и блаженству, получат только праведные. Вот не собирался апостол Павел специально касаться здесь догматики, но так или иначе, вот эта небольшая строчка является для нас очень важным моментом для рассуждения на тему всеобщего воскресения. Апостол Павел заверяет Феликса, что он ничего плохого не сделал, что он служит Богу отцов своих, и что нет никакой неправды в его поступках, что на самом деле смуту воздвигли осийские иудеи, которым, именно им надлежало бы предстать здесь и обвинять меня, а вот не тем, кто это делает сейчас. Тем не менее, Феликс заканчивает заседание. Выслушав это, то есть слова и обвинителей, и самого апостола Павла, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет еще начальник Лисий, и обстоятельно узнаю об этом учении». На первый взгляд кажется, что Лисий, поняв, что речь идет именно о богословских спорах, что нет никакого уголовного преступления, которое бы совершил апостол Павел. Именно поэтому Клавдий Лисий завершает этот суд. И, ну, если уж не с благоприятным исходом для апостола Павла, то, по крайней мере, с нейтральным. Но, как показывают дальнейшие события, причина этого была совсем в другом. Апостол Павел в своей речи оговорился, что он приехал из Ахайи, из Греции, в Палестину с материальной помощью, с пожертвованиями для своего народа. И, как мы с вами будем читать дальше, что Феликс два года продержал апостола Павла в тюрьме, часто его приглашал к себе, беседовал с ним. А почему он беседовал? Потому что ждал, что Павел предложит ему деньги. Вот как говорит об этом сам Лука. «Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним». И вот мы можем себе представить эту картину, как этот человек в течение двух лет общается с самим апостолом Павлом. Если бы у нас с вами была возможность встретить апостола Павла и поговорить с ним, наверное, мы бы считали для себя это самым важным событием в нашей жизни. Но вот два года этот человек слушает Павла. Наверное, слушает его какие-то в том числе и рассуждения о духовной жизни, о вере, о Боге. Может быть, даже задает себе вопросы, поступал вопросы, слушает его. Павел отвечает, рассказывает, общается с ним. А этот человек сидит и с грустью про себя думает, ну когда же Павел догадается предложить мне деньги? И я тогда отпущу его. И вот здесь действительно, почему очень важно обращаться к каким-то параллельным историческим свидетельствам? Потому что, зная моральный облик Феликса, мы не удивимся тому, что написано здесь. Вот этот цинизм и абсолютно, наверное, безверие и нечувствие. Ведь человек два года сидит в тюрьме, но, казалось бы, должно быть сочувствие. Ты прекрасно понимаешь, что он невиновен, отпусти его. Но а как же, ведь он не заплатил мне, как же я его отпущу? Как же я здесь упущу свою выгоду? Но перед этим двухлетним заключением апостола Павла происходит один очень интересный случай. А именно сам Феликс через некоторое время после суда над Павлом он приглашает Павла к себе для первой беседы, и на этой беседе присутствует жена Феликса Друзила. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой своей, иудеинкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса». Вот два супруга, муж и жена, слушают поучения апостола Павла. Но исход этой беседы неожиданный. И как он, то есть Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда я найду время, позову тебя». Ну, зная по историческим свидетельствам поступки Феликс, мы не удивимся, что, слушая Павла, когда Павел говорил о суде и о воздержании, что Феликс мог прийти в страх и в смущение. Но мы понимаем, что почему-то во время этой беседы все-таки возникла какая-то неловкая ситуация, а заключалась она в следующем. Из исторических трудов Иосифа Флавия мы знаем, что на самом деле Друзила не была женой Феликса. У Друзила был абсолютно законный муж. Друзила была одной из дочерей царя Ирода Агриппы, смерть которого описана в 12 главе книги Деяний. Вот у этого Ирода Агриппы было трое детей. Это сын Агриппа и две дочери. Одну звали Вереника и та Друзила, о которой поминается именно здесь. Друзила, она отличалась очень большой красотой, была очень красивой. И после свидетельства Иосифа Флавия, Феликс, увидев ее, влюбился в нее. И с помощью некого человека, которого Иосифа Флавия называет магом Симоном с острова Кипр. Ну, уж не знаю, тот ли это Симон, о котором рассказывается в 8 главе книги Деяний, или это, скажем так, совсем другой человек. Тем не менее, он подсылает этого мага к Друзиле. Почему? Ну, может быть, возможно, пользовался какими-то оккультными услугами, исправил какие-то суеверия. И по этой причине этот маг смог подойти к ней и наладить с ней отношения, контакты. Тем не менее, этот Симон маг уговорил Друзилу, может быть, прикрывшись какими-то, в кавычках, откровениями богов, бросить законного мужа и, в общем-то, уйти и жить с Феликсом. То есть, перед нами сидят, в общем-то, два человека, которые находятся в незаконном сожительстве, два прелюбодея, и вот перед ними апостол Павел, который учит их воздержанию. Конечно же, волей-неволей создается какая-то неловкая ситуация, и, почувствовав это, Феликс прекращает этот разговор, эту беседу и просит Павла встретиться с ним в другой раз. По прошествии двух лет на место Феликса поступил порцифест. Да, Феликс, благодаря смерти своего родственника, он теряет при дворе влияние, и ему на смену приходит другой прокуратор порцифест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Позволю себе сказать еще несколько слов о Феликсе. Мы, может быть, несколько много о нем говорим, но, мне кажется, это очень важно для понимания исторического контекста книги «Деяний». Нам более понятными будут поступки Феликса, если мы обратимся к свидетельству римских историков Коренетацито и Гайя Святония Транквилла, которые говорят, что Феликс был из вольноотпущенников. Действительно, император Клавдий окружил себя людьми, которые были вольноотпущенниками, то есть это были рабы, но которые благодаря императору Клавдии получили свободу. Расчет здесь, наверное, понятен. Человек, который обязан тебе свободой, положением, карельным ростом, ну, наверное, должен быть тебе предан. Вот такой расчет был и у императора Клавдия. При нем как раз вольноотпущенники получали различные должности. То есть, на самом деле, Феликс был бывший раб. И, конечно, вот рабское мышление, мелкое мышление человека, который только и думает, где и как ему устроиться, как бы ему улучшить свою жизнь, оно никуда не исчезло. Оно проявляло себя вот в этой корысти, от которой, в том числе, и пострадал, и апостол Павел. Недаром римские историки называют его «раб на троне». То есть, человек, или, как бы сказали сейчас, из грязи в князи. И вот с такими людьми приходилось общаться апостолу Павлу. И, может быть, мы не будем удивляться тому, что эти люди не слушали апостола Павла. Потому что для того, чтобы услышать слова благодати, недостаточно самой благодати. Человек должен быть готов к ее принятию, в его сердце должно быть покаяние, стремление к Богу. Но вот Феликс окружил себя таким чистоколом грехов и неправд, который не давал пробиться к его сердцу божественной благодати. Несчастной была и судьба самой Друзилы, которая, как мы знаем из исторических свидетельств, умерла в Италии. Она родила Феликсу сына, который назвала Агриппой, и умерла в Италии во время извержения Везувия, вот того известного извержения вулкана, во время которого погибли города Помпеи, Геркуланом и окрестные селения. Хотя мы видим, что у этого человека был в жизни шанс спастись, был в жизни шанс покаяться, ибо на жизненном пути Господь послал им самого апостола Павла. Вот здесь мы видим в книге Деяний пересечение разных судеб. Судеб радостных, судеб со счастливым исходом и, конечно, судеб трагических, которые могут служить печальным примером. Продолжение следует...